РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ И ГАЗПРОМБАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВА ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММУ МАМА ЗНАЕТ ВСЁ НА АВТОРАДИО Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день! На Авторадио вновь программа «Мама знает всё» проект Российского Футбольного Союза при поддержке Газпромбанка. В студии Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. История российской сборной по футболу очень интересна и всегда притягивает внимание миллионов болельщиков. Они любят футбол и хотят быть в курсе всего, что происходит с игроками. В нашей программе особый подход. Здесь открываются самые личные, самые сокровенные и неожиданные истории жизни любимых футболистов, потому что рассказывают их мамы. А мама знает всё. Сегодня в студии мама двух звезд российского футбола, игроков российской сборной Алексея и Антона Мирончуков. Елена Мирончук, добрый день! Добрый день! Здравствуйте! 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 Счастливая мама братьев-близнецов. Хотя счастье это, наверное, очень непростое, если не сказать, что трудное. Всем мамочкам хочу сказать, это в два раза больше радости и счастья. Елена, когда у вас родились близнецы, это вас как-то удивило? У нас эта история наследственная, потому что так получилось, что у меня и мама из двойни, и папа тоже из двойни, у него сестра. А кто старше, Антон или Алексей? Алексей. Алексей на 10 минут, но старше. А как-то это в характере проявляется, в поведении или нет? Нет, вы знаете, в детстве они были одинаковые во всём. Может быть, сейчас только немножко, немножко, да, старший брат начинает проявлять себя, ну, совсем... Как более взрослым. Более взрослым, да. Елена, почему вы их так назвали? Почему Антон и Алёша? В 90-е был очень популярен певец Алексей Глызин. Тогда все сходили с ума по его песням. Зимний сад. Зимний сад. Позже вечер в Соренто. Соренто, да. Был на пике популярности. И сомнений стало, когда вот родился сын, ну, Алексей. То есть вы так сильно любили Глызина, что в него назвали сын. Очень нравилось творчество его, да, да. Поэтому назвали Алексеем. И у нас в честь бабушки Антонина. Поэтому второе имя – это Антон. Лен, вы знаете, коли же случилось такое откровение в нашей программе, мы не могли отказать себе в соблазне и не сделать вам сюрприз. Прямо сейчас у нас на связи Алексей Глызин. Это просто чудо! Алексей! Да, добрый день. Леночка, добрый день. Я с вами в эфире в прямом. Добрый день, Алексей. Можно так называть Алексей? Безотчество. В сказке в какой-то. Да, да, да. Волшебство. Я рад и счастлив и горд тем, что вы одного из сыновей назвали Алексеем. Да, спасибо. Это не просто Алексеем, а именно в честь Алексея Глызина. В честь Алексея Глызина. Ваши песни, да. Зимний сад – это было, конечно, в 90-е. Сказка. Для меня это очень лестно, приятно. И я хочу, Леночка, вам, прежде всего, пожелать семейного счастья. Чтобы ваши сыновья вас всегда радовали, чтобы в вашей семье всегда звучал смех. И, в общем, всегда только были плавительные эмоции и радости. Алексей, а вот по поводу футбола, по поводу отношения, внимания, симпатий каких-то? У нас есть команда, она называется «Забей». Это команда действующая. Недавно мы летали в Ингушию в честь 150-летия присоединения Ингушетии к России. Играли товарищеский матч. И там хоккей был, и футбол. И в нашей команде играют прославленные футболисты. И Дмитрий Ананко, многократный чемпион. Значит, Саша Мостовой, Дима Сычев, Алексей Прудников, воротарь. То есть такие известные футболисты, с которыми мне посчастливилось познакомиться. То есть у нас проходят матчи, поэтому я всем футболистам хочу пожелать большого спортивного долголетия. Вот, и я считаю, что футбол в любом возрасте для всех всегда остается игрой, в которой... Это командная игра, замечательная игра, она развивает их отношения дружеские. Ну, безусловно, находиться в спортивной форме всегда нужно. Поэтому я стараюсь поддерживать форму, это очень важно. Лен, спросите у Алексея, на какой позиции он играет? Ну, что-нибудь вы же знаете. Алексей, как у вас... Я играю правонападающего. Как и ребята, да, почти, да. Так что замечательно. И команда у вас называется «Забей», так что... Тоже замечательно. Замечательно. Будем двигаться, да, «Забей», «Забей». Лен, откройте тайну. У вас в доме висели плакаты Алексея Иглызина? Плакаты, конечно. Кто не сходил с ума в 90-е по Алексею? Ради этого стоит жить, ради этого стоит... Спасибо вам огромное за прекрасные слова. Мне было это очень неожиданно и приятно за ваш звонок. Спасибо огромное. Это действительно, мне позвонили, я как-то в таком даже... Волнение? В Алексею прибывает мне. Да, это волнение вполне оправданное, потому что в честь тебя называют одного из сыновей, по-моему, что может быть круче. Я считаю, что, значит, что-то я в этой жизни сделал. Поэтому еще раз мне очень приятно. Спасибо огромное. Алексей Иглызин специально для Елены Миранчук. Елена, вы нам должны обязательно рассказать про свою малую родину. Где родились будущие чемпионы? Это Краснодарский край, город Славянск на Кубани. Протекает река Кубань, на которой ребята очень любили купаться. Наш край очень прекрасный, теплый, солнечный. Рядом два моря, Азовское, Черное. Город небольшой, у нас до 100 тысяч жителей. Также есть и все школы музыкальные, и художественные искусства, спортивные, общеобразовательные. А насколько любят славянский футбол? Очень любят футбол, занимаются, потому что проходит турнир имени Миранчуков уже несколько лет. Воронков Александр Николаевич, наш первый тренер, его проводят. И, как показали эти годы, очень много ребят, которые с удовольствием приходят. И кто-то только наблюдает, а кто-то уже и принимает участие. А вот как вы относились раньше к футболу, еще до того, как ребята отдали в эту секцию футбольную? У меня муж, он играл тогда, раньше были это заводы, за завод играл. Поэтому еще когда по молодости, конечно, ходила болеть. За супруга болели. Да, за супруга болели. И поэтому, наверное, эта любовь и передалась к ребятам. А скажите, вообще как с секциями спортивными было в то время? Был выбор какой-то или нет? Конечно, выбор был. Это был конец 90-х, начало 2000-х. У нас начали организовываться. Тогда была модно, знаете, в подвалах борьба, бокс. Вот это только все начиналось. Ребята туда ходили. Потом танцевальные школы были, музыкальная школа. Нет, конечно, город... И они пробовали себя везде, да? Ну, ребята, да. Как всегда, знаете, когда ребенок идет в первый класс, и для мамы начинается становиться вопрос, куда отдать ребенка, чтобы помимо школы еще было время занято, чтобы это была, может быть, не улица. Мы пробовали танцевальную школу, но они сразу не пошли, ребята, да. Может быть, для меня это было бы... Я просто представляла, что два мальчика, красивые смокинги, эти бальные танцы, да. Как-то шикарно. Вдвоем на паркете бы вышли. Да, да, на паркете прям очень шикарно. Я так себе представляла картину. Ну, это представляла мама, да. Но не тут-то было. Мы сначала пошли, попробовали себя в борьбе. Тоже ребятам не понравилось. Их там поставили на ринг, надо было друг другом вести эту борьбу. Им это тоже не понравилось. Скорее всего, они, наверное, у меня более такие, знаете, командные игроки. И потом предложили в школе, где мы занимались, там была секция футбола. И когда они вот туда попали, на эту секцию футбола, конечно же, вот это что их? Футбол, команда, тренер, мяч. Полюбили сразу. Полюбили, да, сразу футбол. Елена, еще раз, это самое начало 2000-х, да? А в регионах, можно сказать, еще это затянувшиеся 90-е. Затянувшиеся 90-е, да. Потому что в регионах долго 90-е еще проявляли себя по полной программе. Антон и Алексей родились в 95-м. Как вы тогда жили? Где работали? Я работала воспитателем в детском саду. Ну, муж работал тогда, это только начиналось. Заводы эти распадались, фабрики распадались. И муж работал дальнебойщиком. Слушайте, ну вы, наверное, в детском саду-то бешеную зарплату получали? Бешеную, в кавычках. Да, конечно. Ну, работала, не хочу скрывать, на две смены. Ну, тогда, может быть, это была молодость, и все это смотрелось... Да, ну и необходимость, конечно. Необходимость, да. Опять-таки, двое сновей, две смены работы. Две смены, да. Ну, ребята всегда после школы ко мне заходили на работу. Мы делали уроки, потом они уходили играть в футбол. И когда я шла с работы, то есть я всегда знала, что ребята на стадионе... Не переживали, да? Не переживала. Сотовых не было. Да. Елена, вы, по-моему, не скрываете, что ваша семья распалась? А что происходило с отцом? Такое бывает. Мы в семьях, не мы первые, не мы последние, расстались. Но он все равно с ними был на общении. Поддержку ребята от него чувствовали. А как же учеба? Как у них вообще успехи? Они ведь в обычной школе учились, да? Да. Пошли в обычную школу. У нас был, да, директор, спасибо ей большое. Она потом уже организовала, тоже тогда это начало двухтысячных, я думаю, что большой был риск для нее организовать спортивный класс. Татьяна Яковлевна, она сейчас работает, да, в третьей школе, директором. Поэтому все предметы, вся организация общеобразовательных ребят, это было вот под спорт подстроено. Все занятия, уроки. А как успехи? Да, так что ребята справлялись. Ну, ребята вот до пятого класса 4-5, до поездки в Москву, да, 4-5. Поэтому я думаю, что успевали, старались. Книжки успевали читать? Да, 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 да. Да, ну вот, когда, конечно, в Москве ритм, в школе, и, ну, много пропущена программа, поэтому сейчас вот едут когда на сборы, они всегда стараются брать с собой, да, книгу. Вообще с появлением футбола их в жизни, в их расписании, мальчишки стали как-то меняться? Вы знаете, я скажу, да, меняться стали, но я думаю, что в лучшую сторону. Поэтому пусть родители не боятся, пусть это будут просто танцы, там, не знаю, фигурное катание. Любой спорт он всегда организует. Поэтому когда дети у меня попали в спорт, и я увидела, что это им нравится, они стали более организованы, потому что по времени надо сделать домашнюю работу. Режим, это же самое главное в спорте режим, вовремя лечь спать, там, прийти с улицы, выполнить какую-то домашнюю работу. Но сыновьям, наверное, было одной из секций мало. Во дворе же тоже мяч гоняли, да? Конечно, да. До сих пор они вспоминают, что, мама, ты помнишь, как нас звала домой? Это самое, я говорю, что так? Это самое нелюбимое, когда ты кричишь всегда, заходите домой, пора там ужинать, там, ложиться спать. А конкуренция между ними была какая-то? Да, конечно, там, если ты забил сейчас, я забью гол, там. Если там, тебе это, в садике им нравилась одна девочка, вот, поэтому я думаю, что они, да, конкурировали в этом, да, между собой. То есть там, кто быстрее, мы жили на втором этаже, там, кто быстрее выбежит из подъезда, там, кто сколько мячом подбросит, кто быстрее доплывет. На море мы очень часто ездили там. Соревновательный дух присутствовал у них. Соревновательный дух, да, присутствовал всегда. Да, да. Антон и Алексей Мирончуки. В нашей эфирной фан-зоне мы собрались сегодня ради них, но главная героиня все-таки их мама Елена. Уникальный человек, замечательная женщина, которая одна смогла вырастить, воспитать двух сыновей, которая смогла бросить все и уехать из родного провинциального города в Москву ради того, чтобы ее Антон и Алеша сделали футбольную карьеру. Как воспитать чемпиона? Мама знает все и расскажет на Авторадио. Антон Мирончук, полузащитник Московского локомотива и национальной сборной, чемпион страны, трехкратный обладатель Кубка России, участник чемпионата мира по футболу 2018, заслуженный мастер спорта России, брат-близнец Алексея Мирончука. Алексей Мирончук, полузащитник итальянского клуба «Аталанта» и сборной России, чемпион страны, обладатель Суперкубка России 2019, трехкратный обладатель Кубка России, брат-близнец Антона Мирончука. Лично они не участвуют в нашей сегодняшней программе. Есть только их мама, Елена Миранчук. Но этого более чем достаточно, потому что мама знает все. Собственно, на этом и основана наша программа. Проект подготовлен Российским футбольным союзом при участии Газпромбанка. Мы продолжаем. Елена, в нынешних интервью про детство братья вспоминают вашу привычку, и вы уже про нее упомянули постоянно. Вот это из окна вы, видимо, выглядывали там. Ребята, домой. Да, да, да. То есть я прямо слышу уже, как это было. И им это, видимо, впечаталось. Командным голосом. Но они слушали с вас? Ой. Слушались. А вот это ой, это что было? Ну, конечно, были разговоры. Если один соглашался, второй, мама, сейчас мы подожди еще. Вот сейчас, вот сейчас забьем. И вот, ну, пожалуйста. То есть это были, да. А ваш дом пострадал как-то от активности мальчишек? Мяч гоняли в квартире. Тогда, да, у нас и телевизор стоял на серванте, потому что чтобы он был не разбит. Часто в гости приезжал племянник, он на год их старше. Ставились эти два кресла, вот, ставили папу на ворота, сами на ворота. То есть по квартире, конечно, мячи летали. Ругались вы? Ну, сначала ругалась. Но я видела, что ребята заняты, им весело, и все это семья. Да, поэтому... Потом помогали с этими сервантами. С шторами, сервантами, да. Давайте еще про вредные привычки поговорим все-таки. Хочется что-то, да, такое. Про то, что они как-то попробовали покурить. Чем это закончилось? Ну, беседой. Я просто поговорила с ними и поняла, что этих больше повторов не было. То есть они мне сказали, мам, честно говорим, нам не понравилось. Потом я за ними это не замечала. Ну, опять же говорю, увлечение спортом, наверное, это все вот покурить, это отошло все как-то на другой план. Ну, были ребята, они как шаловливые, как все дети. Я помню, и горел сарай у бабушки, вызывали пожарную. А не подожгли? Да, нашли у бабушки сарай охотничий, да, спички. Вот, подожгли сарай, вызывали пожарку. К чертям шалили в сарай, шаловливый. Не успели, пожарная приехала быстрее. Да, поэтому сарай был сохранен. Бабушка была в шоке, наверное. Бабушка в шоке, как и мама, как и все мы, да, самое главное, целый, невредимый, да, дом цел. Вот, ну, вот эти шалости, я же говорю, ну, обычные детские, убегания на речку там, искали там им всеми родными и близкими. То есть это все было. Есть информация, что в определенный момент, видимо, почувствуя себя уже матерыми футболистами, Леша и Антоша стали ругаться матом. Было такое, да, вот и недавно, вот сейчас даже уже взрослый Антон снимался где-то на видео, да, был приглашен. И там тоже проскальзывали слова. Конечно, с детства с ними, ну, разговаривали, что это не только как бы на телевидении, а вообще по жизни это некрасиво и неприемлемо. Эти слова, да, проскальзывали. Ну, конечно, это нехорошо, да, да. Тем более я сама работала же с ними в интернате, поэтому, чтобы они меня не подводили, они должны были держать марку, так как мама у нас работает, другие ребята тоже должны брать пример, поэтому я всегда им говорила, ребят, маму не подводим. Сегодня много раз уже у нас звучало это имя. Было бы, наверное, просто непростительно с нашей стороны не поговорить с этим человеком, который, ну, по сути, наверное, такой был генератор футбольной карьеры на самом старте. Тренер Александр Николаевич Воронков, он у нас в эфире. Добрый день, рад вас слышать. Здравствуй, Александр, здравствуй, привет. Привет, привет, да, как дела, нормально? Привет, да, вот выступаем на авторадио. Мы вот только что узнали от мамы, что вы совместно с директором школы номер 3 создали специально спортивный класс, чтобы и мальчишки, и другие дети как-то по-другому обучались. Расскажите, как вообще вам пришла эта идея в голову, и чем этот класс... Самое главное, как реализовали ее. Да, и чем этот класс отличался от другого? У меня была цель, задача такие, вот создать команду, создать что-то такое необычное, да, для города, там, ну, которого не было до этого. И у меня подвернулся в 95-й год, очень такой хороший, перспективный. Пришли Алексей и Антон в нашу команду, она уже была до них, как бы, создана, она была одна. Конечно, я побегал по школам, все мне отказали, ну, как бы, знаете, новшество для маленького города, как слайд на Кубани. А вот Татьяна Яковлевна Кирилла оказалась такой человек гибкий, проницательный и спортивный. И она согласилась сразу. Ну, класс, к сожалению, просуществовал один год. А почему? А потому что потом детей всех раздал. Как же и Леха, и Антон уехали в Москву, и там, и Ваши. А, спортивных детей не осталось так много, да? Да, то есть, получилось так, что там много таких моментов, таких сложных. Там надо было питание двухразовое, во-первых, да. На самом деле, очень серьезно задействовано много людей. И там должно быть два тренера и как прочее. Но я тянул, наконец-то, на своем горбу, и с директором Сатьяной Яковлевной Кирилловой. Всегда говорил, что это нужно, важно для развития именно большого спорта, как бы для детей, которые будут двигаться вперед. Не играли на уровне, там, Краснодарского края, например, района, а двигались там в топовые школы, как вот Алексей и Антон. Помните Вашу первую встречу? На что тогда обратили внимание? Первую встречу? Да. Они изначально не занимались у меня, да, как бы, ну, там они начинали у другого тренера. Но так как там команды не было полноценной, я их встретил на тренировке. И я там с ним посвятил, знаете, тоже такой живой был, как бы, фейферок. Это слышно. Технически овладел там определенные приемы. Я им показал туда-сюда, и они так удивились. Поступил мне звонок, по-моему, от его друга Андреева. Андреев был у меня в команде и говорит, что возьмите там Антона Алексея, конечно. Потому что у них команды как бы не было такой, которая могла играть полноценной. А у меня была, потом мне позвонил Антон. А нет, Алексей, вот я помнил его слова. Потому что он говорил, можно там тоже попробовать. А почему ты хочешь ко мне, ты же занимайся вот того тренера. Ну, у вас полноценная, во-первых, команда, во-вторых, вы, только вы можете вывести нас в лют. Я, конечно, был польщен таким словам. И, естественно, я их пригласил, и они начали у меня заниматься. Какими они Вам запомнились вообще в первые впечатления? Мы запомнились, но они всегда были агрессивные такие в спортивном смысле. Дерзкие, спортивные, даже злые. Друг друга иногда там по-детски, когда что-то не поделили, они немножко дрались. Да, там я их разминал. Они тут же подерутся, тут же поцелуются, обнимутся, понимаете, по-братски. Все было по-братски. А чем они мне еще больше понравятся? Они шли к своей цели, вот целеустремленные дети такие, знаете. Вот у нас таких детей мало. Целеустремленные в спортивном смысле. То есть, если что-то не получается, они разобьют себе, извините, лоб. Ну, цели добьются. Вот это вот не хватает качества, которые сейчас современных детей, которые сейчас веду я, да, вот 2011 год. Но я сейчас работаю не в Славянске на Кубани, работаю в Черноморце, город Новороссийск. Александр, вот к Вам, как большому специалисту, такой чисто технический вопрос, наверное, который интересует, я уверена, многих родителей. До какого возраста ребенок в футболе растет, и нельзя делать вот такие уже какие-то окончательные выводы о том, получится у него что-то в спорте или нет? Учитывая, что я уже проработал 20 лет, да, как бы, я тоже определенным выводом пришел, что вот сейчас берут и ставят крест, особенно вот в ФК Краснодаре, не в том смысле, а в том плохом, хочу сказать, что они, у них есть филиалы, да, вы слышали, они работают до 12 лет, и после 12 лет, как бы, они прощаются с детьми. В смысле, лучших отбирают, а остальных детей, ну, все, они свободные агенты, куда хотят, туда идут. Это только начало, это первая база. Мое понимание, что весь футбольный, основная база, которая закладывается, это только до 12 лет, а остальное, психологическое, тактическое, она еще идет до 14 лет. То есть, мое мнение, до 14 лет. Александр, вы знаете, что еще интересно? Вот много вообще, в принципе, говорится о введении уроков футбола в общеобразовательных школах. Слышали ли вы об этом, и как считаете, это нужная мера для развития именно детского футбола? Безусловно, наверное, нужная, потому что все, что не направляется в сторону спорта и футбола, в частности, это дает только плюс. Поэтому я думаю, что это положительное направление. Спасибо огромное. Александр Воронков был у нас на связи, первый тренер братьев Мирончаков. Александр, вашей энергией, я уверена, хвастит еще на огромное количество воспитанников. До свидания, Саша. До свидания, до свидания. Мама знает все. Елена, сыновья одинаково относились к занятиям футболом? Или все-таки у каждого какой-то свой подход был? Ну вот сейчас поговорили с Александром, да, с тренером. А вот мы, да, с вашей стороны. Да, с моей стороны. Одинаково, конечно, я же говорю, вот Александр настолько заряжал своей энергией и уверенностью, что действительно ребятам надо двигаться в этом направлении. Поэтому ребята одинаково шли с посылом заниматься футболом, к его требованиям, к выполнению. Поэтому это все и привело к переезду в Москву. Смотрите, когда папа еще был в семье, мальчики радовались больше всего, когда он привозил из командировка игровую форму разных команд. Ну, во-первых, приезд папы с рейса любой ребенок будет ждать с радостью. Дальнобойщик он был, да? Да, дальнобойщик, да. И тут еще, конечно, когда приезжает отец, тогда было, ну, сами только начинало, бутс этих не было, надо было где-то их доставать. Также это спортивная форма, спортивные костюмы. Поэтому, когда он привозил спортивные костюмы, там, Рональда тогда, да, Рональдинио. Да, поэтому это всегда восторг, радость и запоминается, конечно, надолго. То есть лучшие подарки близнецам всегда были связаны с любимой игрой? С футболом, да, конечно. Самым лучшим подарком братьям-футболистам из небольшого города стало однажды приглашение на просмотр в столичную школу «Спартака». Елена, как это случилось? Это случилось вот под Новый год, как какое-то волшебство, наверное. То есть для вас это была полная неожиданность? Полная неожиданность, потому что вот уже в феврале будет 13 лет, как мы в Москве, но до сих пор находимся в каком-то как волшебном сне. Потому что, сами понимаете, ну, город был маленький, небольшой. Естественно, в начале 2000-х отдавалось ребят, не думая, не загадывая. И когда все это увлечение перерастает в большой спорт, конечно, для меня тогда было это что-то такое за гранью. Позвонили вам? Да, позвонили, да. Александр Воронков отвез их на турнир. И вот когда они приехали с турнира... А турнир какой-то местный был, региональный? Региональный, местный. И со «Спартака» приехал тогда Борис Николаевич Стрельцов на этот турнир отбирать ребят. Нас вот тогда отобрали 10 человек с края. И мне с Москвы поступил звонок. Здравствуйте, Елена, я вот тренер «Спартака». Хотел бы пригласить, ну, я, конечно, не поверила, если честно. Думали, что какой-то, да, розыгрыш? Розыгрыш, да. А мальчишки дома были в этот момент? Мальчишки были дома. Ребята прыгали, скакали от радости. Потом я позвонила Воронкову Александру. Он говорит, да, действительно, Лен, отобрали ребят. И вот надо будет ехать в феврале еще, чтобы посмотрели их непосредственно в школе «Спартака». Вот, и ребята тоже на две недели они уехали. 10 человек, и вот нас отобрали. Дальше вот они пригласили меня. Я по образованию педагог, воспитатель. А в школе «Спартака» был интернат. Поэтому мне предложили работу. И вот такое вот приключение новогоднее случилось. Позвольте, зачитаю цитату Алексея из одного интервью. Мама бросила все, что у нее было. Дом, родных, работу, коллектив. И поехала за нами, не зная, что ее ждет. Тогда мама еще не понимала, чего мы стоим, что показываем. По сути, поехала в пустоту, даже не представляя ее мысли в тот момент. Вот, Елена, ваши мысли в тот момент. Это было очень сложно. Я никогда не была в большой мегаполисе. Еще плюс с собой двоих детей. То есть, по сути, я ехала действительно в никуда. Но я почему-то как-то доверилась. Я поняла, что они это любят. И, значит, мне дается этот шанс, то его надо попробовать. Лучше, как говорится, попробовать и потом же, чем не попробовать. А бывали периоды, когда вы думали, что совершили ошибку? Прямо все из рук валилось. Знаете, может быть, где-то что-то мелькало, но я не могла это допустить, потому что все-таки я видела желание ребят. По жизни вообще я оптимист. Поэтому и ребятам стараюсь это прививать, что всегда наступит рассвет за темной ночью. Поэтому, может быть, были эти какие-то, вот когда со Спартаковым надо было переходить в Локомотив. Были, но... Но проходит два года, и ребята отчисляют эту школу Спартака. Почему? Такое случилось. Я не знаю, здесь в Вените как бы некого, потому что так получилось. Ну, там в официальных источниках пишут, что якобы им не хватало физики, что... Этого тоже, да, можно включить, что физики не хватало. Может быть, надо было где-то немножко подождать, вот где-то перетерпеть, да. Они худенькие были? Худенькие, да, да, да. Они всегда спрашивали, ну, когда, когда. И вот только после, наверное, девятого класса они пошли вот в рост. Я говорю, посмотрите на меня, я высокая, папа высокий. Я всегда смотрю по маме. Вот. Если мама высокая, то и тогда, ну, дети будут выше. Поэтому говорю, не переживайте, только надо ждать. Ну, а ждать не хотелось, детям надо же сразу, сейчас. А вы-то тогда в подушку не поплакали, когда выяснилось, что то, от чего вы приехали, что вас отчисляют? Да, это был очень сложный момент. Но плакать, я же говорю, показывать это никак нельзя было, потому что у меня два мальчика, которых надо дальше доводить. Тренерский состав. Леонов Алексей Николаевич и Борис Николаевич Стрельцов. Они всегда говорили, Лена, все будет хорошо. У них это есть. Но надо поверить, надо подождать, надо время. Поэтому я как-то понимала, что, наверное, что-то в них есть, просто сейчас этого не видно. Российский футбольный союз при поддержке «Газпромбанка» представляет вам этот проект. В студии «Авторадио» ведущие Катрина Гайсина, Татьяна Гордеева и наша героиня. Мама теперь уже знаменитых игроков футбольной сборной Антона и Алексея Мирончуков. Елена Мирончук. Близнецы Алексея и Антона реально очень похожи. Безошибочно различать их могут только самые близкие люди. Кто эти люди? Елена, я надеюсь, вы входите в их число? Да, конечно. Были очень похожи в детстве, очень. Их не различали даже вот бабушка, которая с ними помогала нянчиться, сестра в школе, преподаватели. Даже Воронков Александр, который с ними на футболе. И то левая и правая нога у них отличия. Только тогда можно было понять. А, один левша, правильно? Один левша, да, другой правша. Уже в подростковом они начали, правда, хитрить. Голоса стали меняться. И меня начали обманывать по телефону, если мы разговариваем. Ну, маму не проведешь. Мама знает все. Поэтому я буквально секунду. Так, стоп, подожди. Я разговариваю там с Алексеем или с Антоном. Они, мама, ну как ты нас вычисляешь? В предыдущей части мы остановились на том, что ребят отчисляют из «Спартака». А что было дальше? Дальше мы попадаем в школу. Так как у нас тренер был Борис Николаевич Стрельцов, а он переходит работать в школу «Локомотива» директора. И так как он ребят сам брал с Красноярского края, как бы сам их видел, их задатки и хорошо их знал, он пригласил нас. Мы также прошли две недели просмотра в «Локомотиве» и там остались. Мальчишки волновались, переходя из одной команды в другую? Да, да, знаете, волнение было, потому что это подростковый возраст. В «Спартаке» они как-то перестали выходить в основе, и поэтому надо приходить, опять новый вызов, опять доказывать, опять показывать на что ты способен. Новая школа, ребята, общение. То есть, конечно, я думаю, волнение было. А ребята не слетели по учебе из-за перехода такого? Ребята были настолько самостоятельны, живя в интернате. Школа была на территории общеобразовательной. Там все было так организовано, что ребятам некогда было даже где-то выехать в Москву за пределы базы и заниматься не тем, чем надо. Впрочем, сейчас у нас есть возможность поговорить с учителем из Академии «Локомотива» Олесей Владиславовной Упоровой. Да, это русский литература, да, да, да. Олеся Владиславовна, добрый день. Добрый день, добрый. Здравствуйте. Здравствуй, Олесенька, здравствуй. Здравствуйте, Лена Юрьевна, здрасте. Олеся Владиславовна, вот подскажите, учитель в спортивном интернате – это немного другая профессия, чем в обыкновенной школе? Какие отличия есть? Ну, во-первых, не в интернате, а в спортивной школе. Вот, у нас общеобразовательная школа. Да, это совершенно другое и по духу в первую очередь. И работаем мы с одними мальчишками, девчонок нет, поэтому, естественно, вся степень ответственности чувствуется. А часто приходится закрывать глаза на какие-то просчеты, ошибки. Вот вы же понимаете, что ребята в основном стремятся построить спортивную карьеру, а не вот в учебе достичь каких-то результатов. Мы вообще зауманный футбол. И учебные достижения – это тоже очень важная часть в жизни каждого человека. Просчеты могут быть прям совсем минимальные для того, чтобы на них закрыть глаза, а так нет. То есть расслабиться им не даете, да? Ну что вы, нет, конечно. Послушайте, Мирончуки, вот они какими были? Они были обычными мальчишками, такими очень интересными, субеседниками. И честно их, положа руку на сердце, отличать не могла. И когда они ко мне подходили, кто-нибудь один, я у них спрашивала, а ты кто? А чем докажешь, да? Они все время смеялись, но они там, я Антон или я Леша. Я говорю, ну замечательно. Сидели они, кстати, всегда отдельно. Вместе они не сидели, но занимали всегда первые парты, что было очень приятно. И вот уж тогда я знала, где сидит Алеша, где сидит Антон. И тогда я могла уже обращаться, как говорится, зная к кому. Все у нас было всегда хорошо, да? Где-то чего-то мы обсуждали с ними. Какие-то игры – это обязательно. Если они приходят в понедельник, и были игры выходные, да? Их или игра команды основной, то мы обязательно это должны были обсудить. Олеся Владиславовна, вот сразу бросилось в глаза, можно так сказать, да, ваше настолько теплое приветствие вместе с Леной Миранчук. То есть понятно, что у вас какое-то общение еще было, и что есть взаимные симпатии абсолютные? Я думаю, да, Елена Юрьевна. Конечно, Леся Владиславовна, да, работали. У нас школа была закрыта, мы с ней работали вместе администраторами в интернате, где наши мальчишки проживают. Какие-то общие у нас, естественно, мероприятия в клубе проходят. Мы тоже там очень часто пересекаемся. Поэтому все у нас такие очень дружные в нашем коллективе. Слушайте, ну мы вот сегодня вообще просто в восторге от этой женщины, от Елены Миранчук по поводу того, что... Ну все равно же это такая отдельная вообще история, что мама за своими сыновьями из маленького города поехала в Москву, ничего не побоялась, все там бросила. Вот настоящая декабристка, надо так сказать, только все, да, мы с нами за мужьями ездили. А здесь настоящая мама с большой буквы, я хочу сказать. Вот это пример, да, для всех мам, которые вот раздумывают, нужно это делать или нет. Вот Елена Юрьевна, это наш, как говорится, маячок. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Елена Юрьевна, все, все, мальчишкам привет, все, спасибо. Спасибо. Мама знает все. Елена, вновь хочу привести очень трогательную цитату от ваших мальчишек, которые как раз о проживании в интернате, вот тоже в локомотиве. Отдельное спасибо маме за то время. В интернате не всегда была хорошая еда. Она всегда нас спасала, мама, давала какую-нибудь шоколадочку. Раньше мы были совсем маленькими, худыми, нуждались в этой дополнительной еде. Когда мама приносила что-то вкусненькое, все пацаны собирались у нас в комнате. То есть количество сыновей в интернате у вас значительно увеличилось? Увеличилось, да. Слушайте, ну как вы их там шоколадочками доткаром? По другому-то не может быть, да. Да, естественно, ты приходишь к ребятам, не будешь и да. Поэтому это... И плюс я там работала, ребят было очень много, отовсюду. Мамы приезжали, не могу сказать, да. Мамы волновали, звонили, приезжали всегда. Но так как у меня была возможность чаще приходить к ребятам, вот. Поэтому, конечно, что-то вкусненькое всегда старалась принести. И побольше, потому что понимали, что не для двоих. Не для двоих, да, да. А правда, что Антон на один сантиметр выше, а Алексея на один килограмм тяжелее, брата. Тяжелее. Вот это идет у них вот, да, с детства. Вот этот вот, да, сантиметры, килограммы, да, да, да. А когда начинается период вот уже таких настоящих совершений, когда ребята попадают в основу локомотива? Да, у нас так получилось, что Алексей даже не был на выпускном. То есть это вот 17 лет, да, 11 класс. Перед этим летом все ребята попали у нас в дубль. У нас считается как школа, потом ребята попадают в дубль и в основу. И тогда был в основе Билич, Славин Билич был тренером. Алексей только попал на первой тренировке с основой, и он сразу его оставляет у себя. То есть Алексей в дубль не возвращается. А Антон? И вот так все. Антон остался в дубле, он еще, наверное, был год. Начали искать мотивацию, как, что, вот тоже тренироваться больше. И он в этот период попадает в Эстонию, вот, в команду Ливадия. Там вот он играл под 11 номер, я приезжала в гости. Ну, там все отлично сложилось. Он был там год, играл в Лиге Европы там, забил много голов. То есть приехал уже туда такой повзрослевший, то есть без мамы рядом, без брата, самостоятельный. И закрепился тогда вот уже в основе. Но тот год, наверное, для вас было тоже большим испытанием, потому что это ведь первое расставание, по сути, ваше. Первое, это было наше, да, первое. Они всегда были и с Алексеем вместе, как бы в команде, если брать там Спартак, Локомотив. Это было первое расставание, да, когда вот на год. Мы просто понимали, Алексей, что Антону надо было вот сделать этот шаг. Может быть, сделаешь, как говорится, да, шаг два назад, потом шаг вперед. Поэтому мы понимали, сконцентрировались, пожелали всего хорошего. Алексей к нему туда приезжал, я приезжала, поддерживали, и все сложилось. А потом Юрий Павлович Семин понял, что один Миранчук хорошо, а два лучше, да? А два лучше, да, Юрий Павлович. Это золотые года, четыре года замечательных. Он возвращается, Антон, Юрий Павлович как раз его, да, включает в команду. И начинаются вот эти замечательные четыре успешных года с Юрием Павловичем. Ваши мальчишки довольно рано заиграли за ведущую команду, а там крутые футболисты, а там опытные, а там старшие. Вы не опасались какого-то влияния, не переживали, что парням снесет голову? Много было разговоров. Я же говорю, Алексей вот в 11 классе, считай, ему 17 лет попал в взрослую команду, да. Да, было, и там многие были сомнения, заиграет, не заиграет, потому что тогда была очень хорошая команда. Бусуфа, Диара, то есть те ребята опытные на Алексея месте, поэтому опасения, конечно, были. Ребята были намного старше, тогда вот Гильерми уже был, да, Чарлука капитаном. Вы знаете, или, может быть, воспитывала так, что деньги, ну, это не все, так скажем, понимаете, в нашей жизни. Самое главное, вот они должны были попасть в команду и показывать сначала, как говорили, имя, потом уже имя работает на тебя. Ну, в общем, голову им не снесло. Не снесло, я так думаю, конечно, не знаю, может быть, ребята скрыты, очень много не рассказывали. Что касается головы? Одна хорошо, две лучше, а если с ними еще и мама, можно быть спокойным. Мама знает все на Авторадио. Еще в детстве, когда эти двое абсолютно похожих мальчиков бежали с поля после игры, мама открывала объятия сразу для двоих, потому что не хотела ревности, потому что ее любовь всеобъемлюща и не делится на двоих, а умножается ровно в два раза для двух братьев-близнецов Антона и Алексея Мирончуков. Мы продолжаем нашу программу, подготовленную по инициативе Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка. В студии с нами по-прежнему Елена Мирончук, мама, которая знает все. Елена, вы в детстве мальчишек одинаково одевали? Нет, вот как-то так вот получилось, прям, знаете, по-разному. Я не знаю, в силу того, что нравилось мне, не нравилось, или вот что покупалось, но по-разному. Но они до сих пор придерживаются. До сих пор, да, может быть, это да, видите, как родители, да, заложили, они до сих пор. Конечно, где-то, может быть, они меняются вещами, но по-разному предпочтения. Причёски разные. Причёски, да, 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 да. Согласно некоторым попсовым рейтингам, они чуть ли не самые стильные в российском футболе. Что думаете по этому поводу? Это да, это с детства. Это да. Как не похвалить. Как не похвалить, да. Что с детства? Ну, вот с детства, допустим, отец приезжал у них всегда, я же говорю, он в Москву часто ездил, в командировки, привозил какие-то вещи. Антон быстрее всегда бежал, конечно, к сумке, к подаркам, чтобы всё это получить, первому примерить, первому похвастаться. Это вот всё с детства, да. Алексею уже то, что досталось. Ну, нормально. А не сейчас нуждается в ваших рекомендациях по поводу выбора одежды, например? Ну, иногда, когда если мы в гостях, вот Алексей просто живёт от меня недалеко, он может один лук, потом второй, третий, мама, ну как тебе? То есть, да, иногда это бывает. А на данный момент вы сейчас все живёте отдельно, да? Да. Как мальчишки научились справляться с бытом? Сами готовят, сами стирают, всё уже умеют? Да, это было, конечно, они до последнего были в интернате, уже совсем взрослые, и не переезжали на квартиру, потому что, конечно, в интернате удобно. Здесь тебя покормят, за тобой, да, всё уберут, свет выключать не надо, всё. То есть, комната у нас всегда была открыта, ну, как у всех ребят. Вот уже Гарик был, Денисов сказал, что, ребят, ну, уже смешно, вы в основе и живёте в интернате. Ну, как это вообще такое? Переростки такие. Переростки, да, как это возможно, да. И вот сняли жильё, локомотив, да, они переехали в квартиру, и вот тут-то как раз всё началось. То есть, потому что мы, ну, где-то в 10 лет они попали в интернат, вот, и быта совсем не касались. Потому что у тебя тут прачечная, у тебя столовая, чайник ставить не надо, чай заваривать не надо и так далее. Поэтому здесь как раз такой переломный момент, у них, как, знаете, вторая молодость началась, потому что, оказывается, дверь надо, квартиры закрывать, ключи надо не терять, свет надо выключать, вот, самим готовить. Кстати, вспоминая сегодня людей, которые на разных этапах помогали братьям Миранчукам, людей, которые заметили и поддержали начинающих футболистов, мы немного обошли внимание молодёжную сборную, которая тоже стала стартовой площадкой для будущей карьеры наших героев. У нас на связи экс-главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев. Николай Николаевич, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Николай Николаевич, при вас Алексей Миранчук впервые получил вызов в молодёжную сборную, вскоре стал одним из лидеров. Почему тогда выбор пал на него? Не только Алексей, через несколько месяцев Антон тоже был в молодёжной сборной, но они выделялись на своём уровне в 19-20 лет с тем, что, понимаете, есть такое понятие, игровики. Есть футболисты, которые усердно работают, обладают скоростью, силой, выносливостью, а есть такие вот, как братья Миранчуки, они игровые, они тонко чувствуют игру, они очень хорошо умели разворачивать игру в атаку. То есть они обладали очень ординарной техникой и мышлением, поэтому я и братья на них внимания. А какая, на ваш взгляд, проблема современных футбольных школ? Вот что нужно сделать для того, чтобы и у тренерского штаба, и у молодёжного, и у национальной сборной был гораздо больший выбор игроков? Ну, вы знаете, разрушена давно, уже 20 лет назад система советских школ, интернатов, очень хорошо работала. Также была система соревнований, на мой взгляд, очень грамотно выстроена. Очень много ещё зависит от... Допустим, детские тренеры должны получать достойную зарплату, на мой взгляд. А они, похоже, получают её нормально только при каких-то больших школах и в столичных регионах. Да, скорее всего, да. Если это не Москва, не Питер, там не Казань, не какие-то такие центральные города, то там вообще я не представляю, что происходит с детским и юношеским футболом. Но то, что, допустим, РФС сейчас сделала юношескую лигу, вот эту вот, очень важный момент, переход из детско-юношеского футбола во взрослые, он должен быть многоступенчатым. И вот эта юношеская лига – один из этапов этого. Ну, это позитивно. Теперь надо что-то сделать с оплатой детских тренеров. Видимо, надо поднять её. Видимо, необходимо. Николай Николаевич, что бы вы могли посоветовать родителям, которые, ну, сомневаются, всё-таки выбор для ребёнка – спорт или надёжнее общеобразовательная школа, потом высшее образование и так далее? Одно другому не помеха. До определённого момента нужно совмещать, а потом, конечно, приходится делать выборы. Но я часто сталкивался, что родители, они считают, что они понимают больше тренера и начинают тренировать. Поэтому родителям надо просто выбрать тренера, который горел бы этим делом, действительно отдавался полностью. И доверять ему, мой первый тренер Николай Николаевич Синюков, вот он чётко понимал, что там из меня что-то получится. То есть он с родителями бился за меня. То есть он им говорил, не надо ни в каком не отдавать, ни в суворовское училище, ни в какое. Надо подождать, надо дать ему шанс в футболе себя проявить. Мои родители мои послушали настойчивого тренера. И вот я стал футболистом. Очень важно, конечно, тренер и то, чтобы он с душой относился к своей профессии. Значит, мы с вами делаем вывод. Во-первых, поднимаем зарплату всем детским тренерам. Во-вторых, всем родителям говорим, чтобы они слушались тренера. И последняя у нас к вам просьба. Николай, будьте добры, может быть, сейчас вот через Елену Миранчук передадите что-нибудь личное пацанам, парням. Во-первых, Алексею пожелать быстрее адаптироваться. В Аталанте, в Италии очень непросто. Новая страна, новая команда, язык. Все эти сложности я тоже проходил, когда уезжал играть за границу. Да, Антону надо побыстрее возвращать локомотив на ведущие позиции, потому что сейчас, конечно, локомотив очень прилично сдал. Наверное, и родителям будет приятно, когда их дети будут в своей профессии востребованы и по достоинству оценены. Поэтому пожелаю ребятам побыстрее в командах своих заиграть так, как они умеют, так, как им позволяет их талант. Спасибо большое. Спасибо, Николай Николаевич, спасибо. Примем к сведению, ребятам передам. Всего доброго. Николай Писарев был у нас на связи. Мама знает все. Знаете, традиционно в конце программы я задаю мамам один и тот же вопрос. Назовите три основных качества, которыми должна обладать мама будущего футболиста. Ну, я думаю, что это, конечно же, любовь, терпение, понимание, доброта. Тут больше, чем три, да? Да, да, да. Тут очень много, да. Мама, вот у вас же так называется, да, сегодняшняя передача «Мама знает все». То есть она хотела бы, конечно, знать все и очень много дать своим детям. Поэтому ее любовь, доброта, внимание, умение понимать, слышать, не только слышать, да, ребенка там в пять, в семь лет, что он хочет, вот, прислушиваться. Поэтому любовь, наверное, прежде всего, это любовь к своим детям. Если бы в конце 90-х воспитательницы детского сада из небольшого города Славянск-на-Кубани сказали, что ее пацаны войдут в один из ведущих футбольных клубов, что будут играть в Лиге чемпионов, что их обоих вызовут в национальную сборную, одному еще и предложат хороший контракт с европейской командой, как бы эта воспитательница отреагировала? Я даже не знаю, да, если вернуться вот 13 лет назад, как бы я отреагировала, ну, это было бы, понимаете, спасибо большое, удачи, что вот мы все-таки поверили и приехали сюда, не побоялись, свершили такой вот замечательный поступок, какое-то волшебство произошло. Если бы сказали, что, ну, я бы сказала, что, наверное, Дед Мороз и существует, и, наверное, все это мечты сбываются. Елена, спасибо вам огромное. Во-первых, хочу выразить абсолютно искреннее, личное, какой-то восторг к вами, да, обожание и огромное уважение к вам как к человеку, как к маме. С одной стороны, все, что вы сделали, можно назвать определенным даже подвигом, хотя для вас это нормальная жизнь мамы, которая знает все и которая сделает все для своих детей. Спасибо огромное, что пригласили на этот замечательный проект «Мама знает все» на авторадио. Все замечательно все прошло в дружеской атмосфере, и хотелось бы пригласить еще и других мам спортсменов, чтобы они тоже поделились, как они начинали свой путь вместе с ребятами, как они его прошли, что пришлось им пережить, да, и очень будет интересно послушать их рассказ, чтобы услышали другие мамы спортсменов, ребят, которые только-только начинают в футболе. Спасибо огромное, это была Елена Миранчук «Мама, которая знает все». Наша программа подошла к концу, до встречи через неделю на Авторадио. Самые близкие и важные в жизни люди, мамы, помогают нашим знаменитым футболистам вернуться в детство. Мама знает все. Субтитры создавал DimaTorzok